Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В прошлом уроке, когда я говорил об инструментах для создания базы знаний, я не упомянул CRM. В принципе CRM действительно подходит для этих целей. Любая, я думаю, по меньшей мере Битрикс24. У меня есть по ней два скринкаста, ссылка в описании. Но все-таки CRM для других задач. Ставить их ради базы знаний точно не стоит, они всегда платные и не дешевые. Словом, если у вас стоит CRM, вы знаете, как в ней создавать базу, и уже создали, я уверен. А если не стоит, то и не стоит ставить. Значит она вам не нужна. А вот Google Диск у вас с большой долей вероятности есть и он вам нужен. Если нет, срочно заводить. Работать в организации без инструментов Google Workspace, на мой взгляд, запрещено Женевской конвенцией. Но прежде чем рассказать, как можно использовать инструменты Google для создания базы знаний, сначала надо все-таки два слова сказать о самой базе. О правилах, по которым строятся базы знаний, написано много и по-разному. Из этого можно сделать вывод, что это не математика и единого взгляда на процесс нет. Я представлю ту информацию, которая мне ближе, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. Причем очень коротко, буквально тезисно, иначе наш курс будет собственно этому и посвящен. И мы так и не разберем ни одного инструмента. Первое и главное, в базе должно быть все нужное, а всего ненужного в ней быть не должно. Перефразированное гениальное правило Винни-Пуха. Еще раз, если у сотрудников периодически возникает вопрос, а где взять какую-нибудь инструкцию или заявление на отпуск, значит это должно быть в базе. При этом вы можете добавить материалы для саморазвития и самосовершенствования, не относящиеся непосредственно к работе. Например, мои скринкасты. Шучу. То, что, как вам кажется, поможет поднять эффективность сотрудников, но немного, не профанируйте. Что касается непосредственно инструкций, документов и так далее, текст максимально простой и понятный. Если у вас сотрудники с разной компетенцией, можно делать и посложнее, но со сносками, расшифровкой терминов и ссылкой на то, где почитать подробнее. По-хорошему отдельные блоки должны составлять люди, компетентные в этих блоках. То есть, скажем, это блок бухгалтерии, это специалист по цифровой безопасности, это программисты. При этом надо обращать внимание на проблему кажущейся очевидности. Что очевидно бухгалтеру, совершенно не очевидно программисту и наоборот. Соответственно, если программист пишет инструкцию, он должен ориентироваться на то, что читать это будет бухгалтер. Далее нельзя требовать от всех умения писать, поэтому по-хорошему должен быть редактор, который будет проверять тексты. Статьи должны занимать не больше десяти минут на чтение, если больше, создавайте книгу с заглавной страницей и оглавлением. Также за каждым текстом или блоком должен быть закреплен ответственный, который по меньшей мере раз в три месяца должен проверять актуальность информации. Или нужно выбрать триггеры, по которым он будет эту информацию менять, как то изменение законодательства, это для бухгалтерии, или изменение программного обеспечения для программистов или консультантов по цифровой безопасности. Отдельный совет от ОВД-Инфо. Все изменения в тексте старайтесь как-то выделить. Что это именно ревизия? Цветом или как-то еще? Все, кто читали инструкцию, с большой долей вероятности проскочат мимо, поскольку будут перечитывать по диагонали, даже если вы их попросите обратить внимание на обновление инструкции. Еще очень хорошо помогает в структурировании базы проставление тегов, но это отдельная большая работа и делать это нужно на берегу. На берегу же нужно составить схему карту базы. Я для этого воспользуюсь сервисом Gloomaps. У меня по нему есть скринкаст, но сервис очень простой и сейчас, пока я буду составлять схему, вы поймете, что смотреть скринкаст не обязательно. Древовидная структура для базы знаний не очень подходит. В ней легко запутаться и утонуть. Тут нужна горизонтальная, вот такая. По-хорошему не больше двух уровней вложений. Опять же, я долго думал, что взять в качестве примера, но тут нужно хорошо знать структуру организации и я решил не фантазировать на тему НКО, а создать базу для видеоотдела. Предполагаю, что у нас серьезная организация, занимающаяся видеопродакшеном. Итак, чтобы я выделил. Общая установочная информация, куда входят документы, заявления, отчеты, это все, что касается бухгалтерии и общие правила внутри организации. Далее, концепции, рубрик, серии роликов, запущенные проекты и потенциальные. Очень хороший, кстати, подраздел, у меня периодически появляются идеи и я их нигде не фиксирую. Они, соответственно, пропадают, даже не дойдя до стадии обсуждений. Далее элементы визуального оформления роликов. Тут, наверное, по рубрикам. Имеется в виду плашки, фоны и так далее. Информация для новых сотрудников. Тут все примерно понятно, но будем расшифровывать в процессе создания. И информация для саморазвития. То, что не относится конкретно к работе, но я бы хотел, чтобы сотрудники это читали, смотрели, слушали. Вот такая нехитрая схема. Хитрая, то есть реальная, может быть только в действующей организации и тут все индивидуально. В конце концов составление карты не является целью данного курса. Моя задача показать, с помощью каких инструментов вы можете эту базу создать. И вот к инструментам мы в следующем уроке с вами наконец и перейдем.